В сибирских городах с фасадов и крыш домов исчезают советские вывески и рекламные конструкции. Эти объекты нередко оказываются аварийными и бесхозными. Кроме того, они требуют немалых средств на содержание. Впрочем, где-то еще можно увидеть артефакты из прошлого. Гастроном, ателье, булочное. Некоторые хорошо сохранились и уже стали знаковыми для многих городов. Юлия Боброва продолжит. О том, что здесь когда-то был дворец бракосочетания, теперь напоминает лишь надпись «Радость». В Омске мода на неоновые вывески пришла в 50-60-х годах прошлого века. Город развивался и их количество росло. Это было уже признаком рождения какого-то нового города, нового социалистического города. Если вы возьмете открытки 60-70-х годов, вы увидите, что это же гостиница «Маяк» или «Голубой огонек» или магазин «Радость». Там еще был дворец бракосочетания. Они присутствуют на этих открытках, потому что это было признаком чего-то нового, чего-то радостного. С советских времен на этом доме остались и уникальные изображения на фасаде, выполненные в технике с графита. Их едва не закрасили во время капитального ремонта, но по требованию собственников сохранили. А вот вывеску «Голубой огонек» на крыше соседнего здания демонтировали во время ремонта кровли. Буквы оказались бесхозными, конструкции проржавели и могли упасть. В Новосибирске за старыми вывесками следят жильцы. Они все сейчас собственности ТСЖ. И содержать их, признаются люди, оказалось затратно. Тяжело их содержать в том плане, что на крыше, мы с вами понимаем, там ветер, ветер сильный. И эти буквы постоянно качаются. То есть они нарушают покрытие крыши. И их нужно либо подтягивать постоянно, туда ложат пластины. А вот небольшой город под Томском, Северск и сегодня выглядит как заповедник советских вывесок. Например, на проспекте с говорящим названием «Коммунистическом» их наберется с десяток. Некоторые из них были предусмотрены в чертежах проектов самих зданий. Прежде всего это магазины. Например, особенно центральная площадь. Это небезызвестный детский мир. Например, гастроном. Здание сберегательные, кассы. И поэтому затем уже исполнение. По сути брались чертежи. И по ним изготавливались эти неоновые вывески. Но, как правило, такие архитектурные артефакты теперь можно увидеть лишь на фотографиях. Как в Кемерове. Здесь уже и сносить нечего. После развала десятков предприятий вывески оказались в пунктах приема цветных металлов. И только в 2000-е годы чиновники решили вернуть городу советский шарм с голливудским оттенком. На правом берегу Томи лишь установили металлические буквы «Кузбасс» и сделали подсветку. Юлия Попрова, Елизавета Василевич, Дмитрий Головко, Мария Черешнева, Максим Денисов, Денис Солдаткин. Новости здесь. Омск. Редактор субтитров А.Семкин